Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сегодня влог начинаю снимать аж в 16.40. Ну, потому что, да, бессонница продолжается. Я не могу уснуть без таблеток, а я пробовала именно без них уснуть, но не получилось. Поэтому в итоге часов в 8 утра я или в 9 уснула, ну и вот недавно встала. Зато пока мне не спалось, я обнаружила, что у меня есть необходимое количество плитки, мозаики, для того, чтобы обновить фартук кухни, что очень даже неплохо. Но правда не голубой, а зеленый, как столешница. И вот, например, у меня здесь подоконник и тумбочка. Но, в общем-то, и прекрасно. Меня вполне устраивало, что там, где вот здесь вот именно такой синий уголок, а здесь будет вот цвет. Вот уже положила. Единственное, меня что-то вчера в ночи стало смущать, что цвет какой-то странный. Ну, в общем-то, оказалось понятно. Даже вот эти квадратики чуть-чуть больше, я думаю, да как так-то? Думаю, что уже бессонница, мне уже кажется. А потом стала вспоминать, что я все покупала в Леруа, а вот это я докупала в Макси-доме. Это как раз, по-моему, было в пандемию, кажется. Ну, да ладно. На самом деле, мне на фартук нужно чуть больше плиток. Ну, по-моему, 8 или 9. Вот. Ну, а дело в том, что вот там вот у меня розетка заземленная для плиты. И я, честно, ее... Я могу ее снять и обратно прикрепить, но я знаю, как это было в ванной, поэтому от этого воздержусь. Сделаю вот здесь вот плитки, вот здесь, где видно. Я просто не сторонница, сразу говорю, такого развития событий. Но потом, когда я просто докуплю, поеду, например, в Леруа или в том же Макси-доме, докуплю плитку, и уже любимый приедет, он открутит мне розетку, и я быстренько сделаю недостающие плитки. Собственно, вот и все. Ну, сейчас села, не знаю, завтракать, не завтракать. Будем считать, что обедать. Мой уютный раскрашивательный уголок это другой день. День села завтракать. Сегодня мне все-таки удалось, ну, хоть чуть-чуть поспать, поэтому встала рано, где-то в 7 часов. Это вообще отлично. Ну, и, конечно же, сегодня буду убираться. Зажгла елку, и там у меня чайник. Намазала его антижиром, но он, конечно, не жирный, просто в пятнах. Но нужно помыть. Помыла чайник. Все, приступаю к уборке. Значит, сейчас я вот из этого шкафчика вытащу хлебопечку. Кстати говоря, на ночь я поставлю хлеб, давно не пекла. Вот. Ну, здесь уже во всех шкафчиках, в общем-то, все убрано, чисто, то есть надо просто протереть, если есть вдруг какие-то крошки. И вот там вот лежат всякие контейнеры, тоже надо разобраться, если что-то ненужное выбросить, что-то помыть. Ну, и все в таком духе. То же самое тут у меня здесь хранится, ну, в основном всякие там термос, стаканчики, ну, еще стоит там соль, сода и масло. Здесь специи. Я разобралась вчера здесь, помыла хлебопечку, но, правда, ничего не стала печь. Передумала. Сзади у меня там стоит за хлебопечкой бошевская ломтиреска, но я ее переложу в другое место. Так здесь все было хорошо. Я протерла. Там я один или два контейнера выкинула, что-то помыла. Сейчас шесть утра. Ну, я ночью пару часов, конечно, поспала, но, к сожалению, не больше. Вчера шел снег, так что, может быть, на улице будет вполне нормально и можно будет погулять, но не знаю. Скорее всего, нормально. Я, вот, например, это время, как вы знаете, очень люблю. Сейчас буду выбирать маску для лица. И маска у меня будет вот такая от I'm Lip Beauty. Маску нанесла. Ну, достаточно хорошая лекала. Маска хорошо пропитана. Ну, и аромат такой, как-то нейтральный. Здесь я все протерла сейчас. И я с вечера маринованную курицу, куриную грудку, поставила размораживаться, так что буду готовить ужин. Ну, мне выходить сегодня где-то в одиннадцать, поэтому успею и ужин приготовить, вы все какие-то дела поделать. Рис уже почти сварился, и я сейчас поставила тушиться овощи. Квашеная капуста, помидорки, морковь, ну, и куриная грудка и кабачки со специями, базилик, укроп, петрушка, ну, и немножко зажарки. А в рис добавила куркуму. Маску сняла. Ну, в принципе, посвежее лицо, конечно, и патчи теперь у меня там еще одна пара осталась, ну, здесь было 60 штук, то есть 30 пар. Я думала, я за месяц использую, в итоге у меня целый год они пролежали в холодильнике, ну, в общем, еще на разочек. Сейчас помою терку, и как раз там, где она хранится, где кастрюльки, я тоже разберусь. Ну, в принципе, там порядок, но я хочу все равно вытащить, посмотреть и пыль протереть. Уже все поставила на место, ну, там было только протереть пыль. Ну, и я все это про Грин ДС-8 брызгала, потому что и очищает, и как бы дезинфицирует. Вот. И вот здесь вот небольшая полоска, это надо будет закрасить, это когда кастрюльки достаю, задеваю металлом, ну, и вот так получается. Все-таки, насколько бывает вот дни, когда прям такая эффективность, то есть сейчас 6.50, получается, что я и маску сделала, и патчи под глаза, уход на коже нанесла, и уже ужин поставила готовиться, и что-то убрала, помыла, то есть, ну, действительно очень быстро и много сделала. Это хорошо. Ну, я думаю, что и погода, потому что приходит в норму, так как это было ненормально, что мало снега, вот эта сырость, влажность, лед, потому что где-то местами был снег, где-то лед, а где-то от реагентов от лужи, и, соответственно, сырость, и очень холодно. Ну, как сейчас на улице, не знаю, но все-таки, мне кажется, что должно быть вроде бы гораздо поприятней, но и все-таки хоть более-менее стала спать. Ну, и сейчас разберусь в нижней полке, там у меня стоит вторая мультиварка, ну, и там мука, еще что-то, какие-то такие моменты. И я хочу, ну, это я уже, когда приду, просеиватель для муки надо замочить как следует и потом помыть, посушить. Просеивалку я все-таки решила сейчас замочить. Это миска ушастика, ее в любом случае надо помыть, убрать теперь, к сожалению. Вот, я сюда добавила антижир, ну, потому что это универсальное средство, и немножко жидкости для мытья посуды. так что пока я буду там ходить по делам, все это как следует полежит, потом я вечером помою, посушу, и завтра можно будет пользоваться, если потребуется. Ну, и заодно как раз ведерко помою. В общем, если на нижней полке ситуация была абсолютно нормальная, я там только у меня макароны просыпались, я все собрала и помыла, то на верхней полке, а, ну, здесь у меня еще стоит пароварка, и вот такая соковыжималка, и там еще к ней одна приспособа, и они как бы чистые, потому что я не пользуюсь, и я протирала в том году, то вот на верхней полке, как видите, розовое такое пятно почему-то образовое, а, от муки, от пакета, это нужно будет не только помыть, но и закрасить, я, собственно, сейчас протерла, оно еще и мультиварка, вот я ей редко пользуюсь, Endeavor, ее тоже надо помыть как следует, но этим я, естественно, займусь не сейчас, потому что у меня через пару часов выходить, если что, ручки на плите не грязные, это с них вот это серебро сходит, переложила ужин в поросенка, я рис отдельно варила и, соответственно, остальное уже тушила в сковородке и потом просто это соединила, так, мне кажется, быстрее, аромат очень классный, я туда немножко чеснок добавила в самом конце, поэтому это сейчас пропитается, в общем, я только перед уходом поставлю все это в холодильник, а пока это будет пропариваться, время еще есть, поэтому в ящике в плите разберусь и тоже его можно будет использовать по назначению, поскольку еще рано, то пылесосом шуметь я, естественно, не буду. Ящик помыла, кое-что выкинула, остальное пока положила как есть, ну и сегодня-завтра буду духовку мыть, потому что духовкой пользуюсь постоянно и стекло уже запачкалось. здесь пока сушится и топперваровский просеиватель, я его все-таки помыла сейчас, терка, также я успела помыть ванную, ну а сейчас буду пить кофе и подписывать видео. Видео подписала, теперь буду краситься. Поставила на зарядку наушники, достала чай, который обычно я делаю на прогулку и термос, пакетик из фикс-прайс. В рюкзак уместилась моя ледянка, я, кстати, ее буду использовать сегодня в зале вместо коврика, туда же поместился термос, сейчас я возьму кусочек шарлотки, поливают цветы, ну кактусы, надо, кстати, вот этот цветок пересадить, но вот как-то так получилось и они уже несколько лет растут вместе. Недавно показывала витамины, купила, ну, группа B в ампулах, там я их пью. Ну и рыбий жир, короче, забывала принимать, но сегодня выпила, вспомнила. И вот сейчас перед выходом стронг бальзам, но вот он на Валдберрис, правда он там дороже стоит, я на Здрав Сити покупаю, но для всего как бы он и спину можно мазать и так далее, и нос в том числе, и там если зуб болит, ну, в общем, я прям в нос ватной палочкой хорошенько так мазь положила, если есть насморк, то будет очень щипать первое время, но у меня насморка нет, я именно как противовирусная, на всякий случай, вот, я уже накрасилась, ну, как всегда, макияж без макияжа, вот тут вот прям, смотрите, какая горка на Таганке, жесть, вот если здесь подморозит, это можно с горки катиться, не иначе, уже прошла через зарядье, ну, и сейчас по центру буду идти, ну, впрочем, уже, уже открылась ярмарка, поэтому решила пройти поснимать, в прошлый раз все это только монтировалось, поэтому я так немножко сняла, ну, а сейчас решила зайти, в принципе, особо мне как-то здесь ничего не нужно, потому что на самом деле ничего необычного тут явно не продают, ну, так вот, на первый взгляд все это можно и так купить, но в целом поснимала вам атмосферу такую, раньше мне нравилось снимать только вечером, ну, а сейчас и днем классно, атмосфера праздника сейчас для меня чувствуется в том числе и днем, даже в раскрастах раньше для новогодней картинки старалась ярко раскрашивать, а сейчас у меня ассоциация с более постольными отцентами, так, наверное, и днем и мне так не нравится, ну, как-то вот так, качаюсь на качелях тоже в центре, на качелях мне нравится кончен но если свободно почему иду дальше тут красивые елки, но не отходя еще далеко от качелей, как вы понимаете, так что решила поснимать красивое оформление так что наслаждайтесь очень игрушки симпатичные мне так нравится их разглядывать классно и пойду дальше до ЦСКА Белорусский вокзал в тот раз я здесь если и снимала то совсем чуть-чуть потому что до этого много снимала и решила что поснимаю для вас именно в этот раз тут довольно симпатично только единственное что цыгане но по счастью их немного необычный вход в метро вообще класс и вот такие контрасты именно через этот переход давно не ходила пришла в любимый парк немножко с другой стороны зашла все-таки тут круто в любое время года я в принципе хотела сначала зайти в Ашан ну так немножко погреться на самом деле ну как я не замерзла но все равно а вроде как и не лето но не знаю потом решила здесь погуляю а уже потом пойду в Ашан потому что когда я иду с Новослободской то конечно дорога ближе и можно сначала зайти в авиапарк потом здесь погулять потом уже пойти за продуктами но тут я уже прошла в общем 12 километров до парка даже получается и до этого я прошла ну так что уже километров 13 14 плюс тренировочка ну соответственно здесь пару километров уж точно я нагуляю ну вот в прошлый раз у меня получилось почти 24 километра какая красота да я уже прилично прошла сейчас чай пью красиво красиво тут все украшено но вообще в парке еще только начинают украшать а так вот дома тут вот все очень красиво ой извините это я просто хотела фокус подправить а поскольку я варежках и в одной руке стакан чай то это оказалось практически нереальным пила чайку согрелась вот этот тренажер очень классный у меня такой есть набор я уже дома в лошане я купила для своей ученицы вот такой вот тренажер бабочка но таймастер но бабочка его как правило называют я с такими много лет работаю у меня все ученицы очень любят этот тренажер чик но там меня попросила купить в ашане он был по 460 рублей это хорошая цена но там был подешевле за 300 чем-то но этот лучше потому что он видите как он более развернут соответственно как бы усилий надо больше прилагать и плюс вообще хорошо выглядит у того конечно мне нравится мятный такой цвет но ни о чем тренажер поэтому лучше вот такой в общем приобрела и это брадокс если я вдруг не сказала просто немножко конечно же устала надышалась воздухом то что я что-то неделю никуда не ходила а тут прошла 21 километр 250 метров обычно я себе покупаю китайскую капусту но она у меня сейчас еще есть взяла себе салат айсберг он был по 59 рублей за штуку так что здорово конечно же как и многие не обошла стороной скидочный отдел там купила эти самые называются голени 750 грамм 116 69 ну потому что когда сроки подходят годности они сразу продаются скидкой вот ну кто впервые на канале поясню что в Ашане по крайней мере в этом ничего просроченного и плохого нету вот это охлажденный продукт и соответственно срок годности указан для охлажденного продукта то есть если что-то как правило там остается 1-2 дня вот я заморожу поэтому это уже станет замороженным продуктом и срок годности продлится дальше купила фарш из голени тоже был по скидке 59 97 конечно лучше всего по будням как вот я сегодня пошла потому как выбор гораздо больше я пользуюсь такими скидками это здорово но фарша у меня кстати очень много лоточков но все равно я взяла потому что ну а что ценник хороший замечательно раньше за такую цену я верным брала фарш 500 грамм а здесь как видите 450 но по современной жизни это хорошо я долгое время вообще мясо не ела сейчас я его вернула в рацион но в небольших количествах то есть как вы видите когда я готовлю я там буквально меньше 100 грамм добавляю на большую порцию которую там я ем несколько дней так что в целом ну из фарша я делаю всякие пельмешки тому подобное так я еще взяла мандарины ну я вообще так к ним отношусь спокойно то есть неплохо не хорошо нормально мне просто нужна была цедра ну думаю ладно возьму еще и для настроения просто пряники буду делать в этот раз в Ашане также были сушеные пончики но это их знаменитые пончики которые они чтоб не пропадали режут пополам засушивают и продают очень вкусная штука и еще взяла маффины то же самое сушеные цена этих вкусняшек 90 рублей за килограмм также я взяла вот эти вот перчатки когда я беру перчатки то только такие они стоили 87 рублей конечно одну пару можно было взять Ашановскую за 48 но те перчатки с виду вроде бы одинаковые но те перчатки разорвутся просто мгновенно особенно когда у меня длинные ногти да и без ногтей а вот эти служат довольно таки прилично к тому же там хлопковое напыление так что в них рукам не жарко они не потеют очень как бы приятная такая внутри похоже на ткань также взяла морковку так она была по 14.49 в принципе ну с виду нормальная морковь ну кроме того что вот эти задняя часть где ботвари ее много еще я взяла за 20 рублей вот такой кефир ну честно говоря тут тоже типа была уценка но это все равно не самая выгодная цена иногда этот кефир можно взять по 9 рублей вот кстати кефир очень вкусный он классный попался мне на глаза вот такой крем по акции решила взять там были разные ну я просто никогда не брала такие вообще впервые их увидела в Ашане решила взять ну на презенты у меня крема полно это вот именно пойдет на презенты но честно скажу что лучше бы я взяла люр если бы я увидела что это белорусский крем я не люблю эту косметику равно как и продукты ну как-то мне невкусно и косметика тоже мне как-то не подходит но хотя большинство любит поэтому я думаю все нормально как дополнение к подарку будет хорошо каждую голень я положила в отдельный пакет ну и потом в общий пакет и также этикетку фарш я разделила на 5 частей ну потому что у меня обычно я храню фарш в упаковках а здесь поскольку она довольно-таки большая и чтобы сэкономить пространство я разделила так вот примерно на плюс-минус на 5 частей не знаю насколько они там равномерны это не важно и так их прижала плоско каждый пакетик и тоже заморожу соответственно когда я буду готовить может быть какие-то там овощи еще что-то быстрее в сковородке все это будет оттаивать а еще мы сегодня не только позанимались на Тамара мне подарила еще ниток два матка вот таких до этого несколько мешков притащила огромное спасибо потом еще вот такие нитки и вот такие ну Тамара начала тут вязать потом передумала но всем отлично класс я уже положила кефир в морозилку а я из него делаю творог а еще сыворотка остается там можно что-то испечь блины оладьи пирог какой-нибудь потому что ну это всегда лучше когда там на сыворотке на кефире на чем-нибудь таком если это видео вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал заходите в инстаграм 3 7 рыжая 3 8 а я благодарю вас за просмотр желаю здоровья настроения вдохновения во всем и до скорой встречи пока 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 Продолжение следует...